Что по поводу патриотов из Соединенных Штатов, именно из Америки? Потому что, понятное дело, что работают сейчас наши дипломаты, работает канцлер Германии Шольц, для того, чтобы договориться о передаче нам еще патриотов, уже не из Германии. Почему такая заминка именно с патриотами из Соединенных Штатов, у которых их, как я понимаю, как раз самое большее количество? Они их производят, ну, в основном, по крайней мере, они, потому что производители европейские, в том числе, несколько фирм участвуют в производстве патриотов. Это потом они собирают уже в Штатах и выдают на гора, если так по-горнятскому сказать. Почему и некоторые страны сейчас пытаются участвовать в этом производстве. Вот Испания пытается сейчас производить ракеты ПАК-3 противорадиолокационные, потому что это один из таких основных расходных материалов. Нам, кстати, надо так же самое, ну, у нас уже некоторые потуги в этом направлении есть, нам тоже надо встраиваться в эту линейку производителей. Вот что, что, а ракеты-то мы можем точно производить. Мы не одну ракету производили, производим, и, естественно, и эти тоже, в принципе, небольшая проблема. То есть, расходники, одно дело получить там установки, системы локации, слежения и пусковые установки, а другое дело делать ракеты, потому что это как раз основной расходный материал. Мы можем однозначно это делать. Так вот, Соединенные Штаты нам до сих пор, уже третий год, не передали ни одного патриота. Те патриоты, которые были у нас, они не штатовские, они зашли из других стран, а нам передавали другие страны. Потому что рабочая тема, в принципе, для наших дипломатов, а это дипломатический механизм, то есть, все-таки, показать такую надобность, ну, нашу, тут и так понятно, что нам и не надо, а какой-то механизм передачи. Один из действенных механизмов был в свое время угроблен в 1922 году, это ленд-лиз. Так вот, под ленд-лиз, по большому счету, мы могли получить без оплаты, естественно, как раз вот часть патриотов. И сейчас это возможно, там, по-моему, один из республиканских сенаторов подал сейчас еще раз этот законопроект о ленд-лизе. То есть, надо его не хоронить, как похоронили его в 1922 году, а под ленд-лиз попытаться получить патриоты. Чем хорош в этом смысле ленд-лиз? Потом, после разгрома россиян, мы их вернем обратно. Что такое патриот? Это установка, которая, ну, выполняет задачу слежения, сопровождения, наземная установка, пусковые установки. Основная часть все-таки это патриота, это вот эти наземные установки, которые стоят иногда глубоко в тылу, летают ракеты. То есть, идет запуск ракета, уже расходники это ракета. Вот если мы можем, если сможем производить ракеты, Испания будет производить, нам передает, кстати, ракеты, в том числе, к патриотам, то потом можно отдать обратно эти патриоты. Это не очень дорогие, да, по полтора миллиарда долларов каждый практически стоит. За него, допустим, за них даже в какие-то программы попадать, даже в эту программу, которую нам сейчас 61 миллиард передали, невыгодно для нас, допустим, патриоты брать под эту программу. Оптимальный вариант ленд-лиз с возвратом, то есть и тогда и американцам все понятно в этом смысле, ну и нам мы попользуемся этими системами. Вопрос от зрителя. Денис пишет. Все говорят, что война закончится уже в этом году. Что об этом думает Роман? Ну, если закончится, только не у нас. То есть, нам воевать еще в таком режиме, в горячей фазе, года полтора-два. Потому еще 25-й и даже 26-й год. Дальше пойдет фаза под развал Российской империи, это еще лет 8. То есть, общее количество будут накатываться волны развалившейся республик. Они просто так не разделятся. Россия будет так разрываться довольно-таки болезненно. И эти волны будут на нас накатываться. Нам придется линию фронта вдоль линии границы держать. Потому еще лет 8 боевых действий вдоль линии границы. Примерно таких, как они были в свое время на Донбассе. После 15-го года до 19-го. То есть, вот такая война, но она однозначно будет. Потому лет на 10. В этом году точно ничего не закончится. Так как мы свою территорию не отдадим. Она и она прописана и в Конституции. У нас нет абсолютно никакого механизма отдать свою территорию. Но наша территория прописана в Конституции Российской Федерации. Которую практически сломали правовое поле этой прописью. Конституцию российского, правовое поле Российской Конституции. И потому эти территории украинские. Их можно только освободить. Механизма другого абсолютно никакого нет, потому воевать до выхода на границу 91-го. Тезка вас спрашивает, почему, по вашему мнению, не идет речь про передачу Украине вертолетов? Сложный вопрос, так как реально, допустим, при передаче танковых соединений, бронетанковых соединений без вертолетов, это неполный состав наступателей. То есть наступательная триада. Танк, БМП и вертолет. Вертолет это летающий танк. У нас, я как-то полетал полтора года на вертушках, на Ми-2, на Ми-24 уже в конце своей летной практики. Вертолет это, как у нас говорили, это душа подбитого танка. То есть выполняет те же задачи, только с воздуха, прикрывая эту пару танк БМП. И, допустим, отсутствие вертолетов у нас в прошлом году создало очень большую проблему. А наличие вертолетов у россиян усугубило нашу проблему. Потому что большинство бронетехники в прошлом году было уничтожено как раз российскими вертушками. К-52, убийцы танков так называемые, у них хорошая есть ракета. Вихрь-1 до 10 километров с предельно малых высот может работать. А после у них появились ракеты Эль-Мур до 15 километров, которые также практически как в тире расстреливали наши танки, наши БМП. А мы ничего не смогли с этим сделать. Так как ни вертушки их прикрыть, ни истребителей прикрыть всю эту триаду. Так же само не было. Безавиационные компоненты бронетехника стала хорошей добычей для российских вертушек, которые по большому счету должны были быть отогнаны, уничтожены атакамсами. Вот этими, которые зашли в конце уже наступления. Американцы нам их передали в октябре месяце, когда уже контрнаступление закончилось. Выдохлись все, получается, ну тогда зашли атакамсы. И давайте ударим по вертолетам. Да, ударили. Одним залпом отминусовали там больше двух десятков вертолетов. И как бабка пошептала, вертушек больше не было. Они увели их с этих аэродромов подскока, Бердянская, Мелитополя и Мариуполя. Тогда был такой серьезный хороший удар. И вот сейчас мы уже начинаем доставать и до Джанпоя. Они туда их отвели. То есть в Ростов вывели вертушки и в Джанпоя. Так вот, если бы хотя бы эти атакамсы зашли в начале наступательных операций, так мы могли бы хотя бы вертушки отогнать. И этого у нас не было. Представляете, вот какое у нас в прошлом году было контрнаступление. Потому вертолеты точно надо, однозначно. Почему мы о них не слышим? Ну, большой вопрос к воздушным силам. Я, честно сказать, уже неоднократно об этом говорил, что воздушными силами должен руководить не ПВОшник, а военно-воздушными силами должен руководить летчик, который четко понимает задачи авиации, наступательные задачи авиации. Ну, ПВОшник, он не поймет, для чего нужна авиация как таковая. Они же, у них задача основная в этой жизни, сами не летаем и другим не дадим. Но это чуть другая задача у авиации. Поэтому вертолеты надо точно. Так, Роман Григорьевич, не про вертолеты, а про российские НПЗ. Давайте поговорим. Очень много, значит, было комментариев до недавних дней, что вот, как-то так сначала плотно-плотно-плотно работали по нефтепрерабатывающим заводам российским, а сейчас, мол, такое затишье. Ну, не сейчас имеется в виду, а неделю назад, когда возобновились удары по НПЗ. И вот сейчас опять хорошие новости. Рязанские нефтепрерабатывающие и в Воронежской области в ночь на 1 мая их поразили беспилотники главного управления разведки Минобороны. В результате этого, не этих ночных ударов, а в результате их в целом ударов по российским НПЗ. Это ощутил российский рынок нефтепродуктов. Цены на дизельное топливо для российских потребителей выросли почти на 10% только за неделю. Значит, согласно правительственным данным, стоимость бензина также достигла 6-месячного максимума, увеличившись больше, чем на 20% с начала года, поскольку предложение сокращается, и все больше заводов вынуждены приостанавливать производство. Роман Григорьевич, мы понимаем, что в приоритете, конечно, у них все равно будет отправлять топливо на войну, поскольку, ну, про россиян думать они точно не будут, Путин и его окружение. Понятное дело, что важнее отправить танки в Украину, убивать украинцев. Тем не менее, как вот такое постепенное поведение и строя на время или на длительный период таких НПЗ, насколько нам это, нам на руку, и насколько нам это облегчает жизнь, насколько облегчает это ведение боевых действий, военных целей. У россиян около 30 таких серьезных НПЗ уровня, ну, довольно-таки увесистого, если так вот сказать, вот тоже воронежский НПЗ, да, который поразили в течение суток. Это, вернее, Рязанский, это же подрезание. Был удар по Воронежской области, поразили Рязанский. НПЗ, подрезание Роснефти, 18 миллионов тонн по году нефти он перерабатывал. Это линейка самых больших НПЗ, тоже Омский, допустим, тоже один из больших, 20 миллионов тонн. Это вот, это уже верхний уровень, потому уничтожение, если бы мы могли их уничтожить сразу, одномоментно, то есть там тысячи беспилотников полетели сразу на все НПЗ и выбили, допустим, определенные реперные точки. Почему бьют по установке предварительной подготовки нефти? Она одна на НПЗ, если ее вывести из строя, ее очень легко вывести из строя, даже с зарядом в 20 килограмм, то весь НПЗ останавливается. Какой бы он большой не был, какой бы он там не был мощный, но НПЗ остановится, пока эта установка, она очень дорогая, раз, она изготовляется не в России, два, то есть там есть некоторые моменты, связанные с санкциями в том числе, потому удары именно по этим установкам проводят. Так вот, если бы мы могли сразу одномоментно ударить по всем НПЗ, то тогда можно было бы говорить, что у России там нет бензина, дизеля, авиационного керосина. А пока мы этого сделать не можем, пока довольствуемся синергетическим эффектом, таком эффектом накопления. Один ударили, второй, третий, четвертый, но россияне пытаются их все-таки восстанавливать. Некоторые НПЗ, которые мы там месяц-полтора назад уничтожали, они уже восстановили, они уже включились в работу, потому я бы сейчас так не сильно верил тем заявлениям, что на 20% там что-то поднялось. Пока это может быть цифры не в розницу, а оптовые цены для перерасчетов. Но не более того, розница российская пока этого не почувствовала. 10-15% НПЗ, которые выведены из строя, пока еще не ударили по российскому рынку. Но вот этот синергетический эффект, в конце концов, доживет россиян. Тем более россияне сейчас уменьшили экспорт для того, чтобы как раз удержать общее потребление. Почему уменьшили? У них посевная началась, армия это само собой, действительно вы правы однозначно. Они заберут у трактористов все, но танки будут есть. То есть здесь без вариантов. Будут драться трактористы с танкистами, там кто кого победит, большой вопрос. Но дизель пойдет на танкисты. Потому здесь тоже пока еще рано говорить о какой-то эффекте как таковом. Главное продолжать это дело. Синергия однозначно своего добьется. Главное расширять еще и географию поражения, дальность наших беспривотников. Ну и естественно их количество. Это очень важно. Единственное, как всегда, если не враг подставит какую-то ножку, так друзья подставят. Американцы вчера, по-моему, сняли санкции с российских 10 банков. И там с некоторых компаний, которые занимаются как раз нефтянкой в том числе. То есть со всей энергетикой, вплоть до атомной. То есть вот интересный такой ход у американцев. Нам дали 60 миллиардов на войну, а россиян нам дали 600 миллиардов, которые пойдут через снятие санкций на эти банки. То есть тут вопрос, конечно, к нашим мягко, так скажем, забугорным друзьям. Ну большой вопрос. В конце концов, как-то так, мягко скажем, некрасиво, как минимум это выглядит на данный момент. То есть дали нам, чтобы не сильно возникали 60 ярдов. А россиянам практически полностью открыли все механизмы получения валюты. Мы же знаем, что каждый доллар, заходящий в Россию, может вернуться к нам пулей. То есть убить нашего солдата. Но американцев это сильно, я так понимаю, не напрягает. Нам главное продолжать дальше эти санкции. Как оказалось, санкции Малюка, санкции Буданова, они самые действенные, потому что вот именно удары по НПЗ в конце концов приведут к остановке российской углеводородки. Это та же самая картина, как и удары по Черноморскому флоту. Помните, как они начинались? Один затопили, второй затопили, два отминусовали, там еще по что-то ударили. А потом остаток российского флота, как таракан, изобился под плинтуса и сейчас сидит из бухты, боится нос высунуть. Вот так же самое надо работать из углеводородка. Ну, я думаю, отработаем. Но здесь еще один момент есть, связанный с количеством. Почему я говорю по поводу количества. Синергия должна быть, накопление. А лучше одномоментное. Так вот, спецслужбы не потянут этот вопрос. ГУР может ударить по одному заводу, подготовить операцию, неделю, а то и месяц. К ней готовиться, собрать, допустим, беспилотники. Это же не их задача по большому счету. Или там служба безопасности малюка. Допустим, организовать финансирование внутри своего бюджета. Или запросить, вот как это было, 300 миллионов. Пройтись с шапкой по кругу, собрать, допустим, беспилотники. Ну, это точечный удар. Вот мы их не видим. Почему? Хотелось бы одномоментно сразу. Так вот, пока этим не будут заниматься военно-воздушные силы. Потому что что такое ниндзя, который несет авиационную бомбу? Да это самолет. Это самолет, только вместо летчика там автопилот, по большому счету, который выводит этот самолет. А это реально легкомоторный самолет с авиабомбой на цель. Ну, так этим заниматься должны инженерно-технический состав военно-воздушных сил, летный состав, который будет вести этот самолет, если он под прямым управлением. То есть, и тогда будет масштабирование. Без масштабирования мы серьезного ущерба углеводородки не нанесем. Итак, хотел сейчас поговорить про анонсированное наступление российское, которое вот нам прогнозируют на май-июнь. Но раз уж мы заговорили про санкции, ограничения, то я к этой теме, а потом сразу к российской атаке в мае-июнь, друзья. Итак, глава офиса президента Андрей Ермак в Телеграм. 30 апреля Сенат США проголосовал за принятие закона о запрете импорта обогащенного урана из России. Документ уже направили на подпись президенту Байдену. Согласно документу, как пишет Bloomberg, запрет будет действовать до конца 2040 года. Отмечу, что группа Макфола Ермака еще с 2022 года выступала за санкции в отношении российской ядерной отрасли и не только. Роман Григорьевич, это серьезный удар под дых к Российской Федерации? Да, это довольно-таки серьезное такое давление. Я так думаю, это оно связано с некоторыми действиями по Запорожской атомной электростанции. Вот если в ближайшие там несколько месяцев или там какое-то время россияне поднимут вопрос о передаче Запорожской атомной станции на наш баланс и под наш контроль, то можно сказать, что вот такое действие возымело место. То есть, ну, это такие действия, они что-таки для чего-то направлены. И тогда могут как раз это ограничение с россиян снять. Почему это ограничение очень важно для россиян, допустим? Ну, Росатом, он же построил или строит, по крайней мере, сейчас пытается запускать 4 блока в Турции, энергоблока, ядерных реакторов, 4 в Акую. И в ПАКШ-2 в Венгрии, то есть у Орбана, эти два реактора в ПАКШ-2, которые они тоже пытаются запустить. Ну, 6 ядерных реакторов – это очень большие деньги. И очень большие деньги, естественно, поставки топлива на эти реакторы, не исходя из того, что еще там больше десятка реакторов работает, а в десятки реакторов, если говорить, туда поставляют россияне топливо свое, топливные сборки. Это очень большие деньги, ядерка. Кстати, Соединенные Штаты они тоже поставляли. То есть, США за прошлый год закупила там, наверное, несколько летний запас наперед урана у россиян. А после этого остановила, может быть, как раз вот под какое-то давление. Давление, возможно, если по Ядерке, мы же понимаем, давление, связанное с Запорожской атомной станцией. Если это возымеет место, если россияне нам вернут Запорожскую атомную станцию, как они вернули Чернобыльскую, если вы помните, там чуть ли не акт приема передачи командир российский подписывал с руководителем Чернобыльской атомной. То есть, в таком режиме, по большому счету, если отработает вот такое давление, то было бы неплохо. Ну, посмотрим. На это надо время. Анонсированное российское наступление на май-июнь. О нем говорил и президент, да и не только он. Роман Григорьевич, так ли страшен российский черт, как его молюют, как думаете? И с каких направлений они могут напирать, и есть ли нам уже чем отвечать? Ну, про направления я уже, наверное, с год, а то и два, с год, наверное, говорю. Все прописано в российской конституции. Он даже Маск как-то в ИКСе день-два назад подтвердил, что именно вот так, как прописали они в российскую конституцию, пять наших областей они туда внесли, Крымскую, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую. Они так и будут двигаться. Ни на каком другом направлении, стратегических направлений у них нет. С точки зрения российской конституции сейчас, понятно, правовое поле ее разрушено, но с их точки зрения им надо освободить Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Нахватить? Нет, но я говорю, с точки зрения их, если на их точку зрения стоять, с их точки зрения они должны освободить от украинских войск эти пять, вернее, ну, четыре области, уже своей, так сказать, своих округов. Потому ничего нового они запускать не будут. А вот для выполнения этих задач основных они могут, допустим, создать какие-то провокации на других участках границы для того, чтобы растянуть фронт. Что значит растянуть фронт? Удержать те части, которые есть, украинские части, допустим, в районе Харькова, в районе Сум, в районе Ахтырки, в районе Черниговщины. Для того, чтобы мы их откуда не сняли, не перебросили на восточное направление. Основное направление давления, это однозначно, еще раз повторюсь, прописано в российской конституции. Луганская область, то есть граница Луганской области. Это направление в сторону Макеевки, Терны, Лиман, то есть это направление, я имею в виду, там практически до Черного Жеребца, до этой реки. Чуть дальше это идет уже Харьковская область до Оскола. Лиман это уже и Купенск, это же Харьковская область. То есть, по крайней мере, Купенск, то есть это как раз часть, такая полоска Харьковская. Но у них задача будет именно это направление. Второе, то есть это вот работа с Луганской границей, та же самая картина касаемо и границы Донецкой области. То есть они будут пытаться выходить на границу Донецкой области. Там есть определенные тактические, оперативные, стратегические задачи и действия. Вот они сейчас в тактике разобраться толком не могут, не знают, за что первое хвататься, за Черетинское направление или за Часовьярское. Не хватает у них на два направления, на данный момент это уже видно, на два направления сил, средств у них не хватает. Они сейчас зависли чуть по Авдеевскому направлению. Переброска идет там части сил, средств в сторону Часовьяра. Скорее всего, задача под седьмое число хоть попытаться в районе Часовьяра что-то где-то захватить. Они понимают, что везде не успевают, у них дедлайн практически 7 мая. И я вот не вижу, если честно, не вижу каких-то стратегических новых направлений. Ну их, во-первых, не может быть. То есть они вот эти, о которых я сказал, границы Луганска, Донецкой области, будут давить. Для того, чтобы увеличить давление, это надо дополнительные части. У россиян их нет. Они только вышли с зимнего наступления, которое, можно сказать, не удалось. Если бы нам было достаточное количество боеприпасов, так мы и с Авдеевки бы не вышли, и потому у них бы вообще ничего бы не удалось. Практически в песок слили все это наступление. Вот остатки этих, допустим, бронетанковых каких-то частей у них еще остались. То есть техника осталась, потому что зимой они их не использовали. Почему ее очень много сейчас на полях. Зимой нельзя было использовать. У нас такая затянувшаяся до весны осень с дождями, с влажной погодой. Техника не работала, сейчас она вышла. Но каких-то новых соединений, а это надо соединение для того, чтобы начать какое-то серьезное давление, это надо где-то 100-150 тысяч российского войска, которое свежее, допустим, не участвующее в боях, и его куда-то двинуть. А таких резервов у россиян нет. У них нет резервов на данный момент. Потому я пока не пойму, о чем вообще речь идет по поводу майского, июньского какого-то нового наступления. Продолжаться старое будет, да. Но вот это площадки, о которых я сказал, то есть это район Луганского и Донецкого направлений. Больше пока ничего не видно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok